Middle of Shadow of War. Ну знаете, продолжение той игры, которая ну такое, но почему-то 20 часов в стиме. Первую часть с отвратительным дизайном, скучным сюжетом, однотипными заданиями, истории на 4 часа спасали исключительно орки. Сначала можно было бесконечно долго получать удовольствие от битв с ними, наслаждаясь прекрасной анимацией боя, а во второй половине игры включается филиал Pokemon Go, ты такой, уррук молотозубый, я выбираю тебя! Эээ, блядь! Короче, начинается настоящее веселье. Потом ты начинаешь экспериментировать, специально кидаешь орков в огонь, чтобы потом посмотреть, как они возвращаются после смерти с обгоревшей мордой. Начинаешь прокачивать даже ненужные кинжальчики, чтобы посмотреть, как еще можно повеселиться. В общем, Shadow of Mordor была про процесс. Если вам нравится развлекать самого себя, отмахиваясь от назойливых разработчиков, паривающих сюжеты ачивки, то она становилась веселой. Для других же игра стала разочарованием, когда через 3 часа сюжет заканчивался и кроме гринда уже ничего не оставалось. И что же там Shadow of War? Начинается все по классике, с абсурдно-дерьмового сюжета. Талион и Келембомбом... Короче, Талион и вот этот вот парень, ради того, чтобы спасти Средиземье от Саурона, куют еще одно кольцо власти, которое... На самом деле неизвестно, что делает. Просто оно каким-то образом даст сил бороться против Саурона. Но по сути кольцо имеет ту же силу, что и у Кимбербеча. Поэтому... Что? Зачем? Почему просто и дальше не наваливать 7 маслин? В первой части это очень хорошо получалось, вообще-то. Не, ну мы-то прожженные геймеры. Мы-то сразу понимаем, что такой замес нужен только для объяснения того, почему мы теряем все свои суперсилы в начале и открываем их заново. Но это объяснение просто 10 из 10 по шкале твоей бывшей, которые ищут причины тебя бросить. И ладно, Келембомбом ступил, все-таки чуваку дохрена лет. Моразм крепчал. Но когда кольцо сделано, призрака внезапно воруют, и не кто-нибудь, а внезапно. Шеллоп, огромная паучиха, которая внезапно может выглядеть как бюджетная версия Йеннифера из третьего вимака. И совершенно очевидно, что где-то на заднем плане можно услышать сверхзвуковую скорость, которая вращается толкием. Вот-вот, тихо, слышите? И ладно, похрен. У Талиона на пальце кольцо власти, которое как бы... Дает тебе, не знаю... Власть? Ты можешь подчинять кого хочешь, но ради того, чтобы вернуть призрака, Талион не дает мандюлей Шеллоп, а отдает ей кольцо, вместе со своими яичишками, видать. Типа, Йеннифер, я никогда не любил триста, этому вот возьми... Зачем? Что вообще делает это кольцо, кто-нибудь понял? Шеллоп, вместо того, чтобы просто кокнуть все и все, оставляет сладкую парочку в живых, говоря, что так надо, поскольку она видела будущее в своем сериале. Талион такой, что за сериал? И Шеллоп ему показывает нерадужное будущее, поэтому Талион хочет все исправить, и в конечном итоге подсаживается на Шеллоп Био, требуя новых серий каждые полчаса. А потом Шеллоп встречается с врагом, сосет и отдает кольцо Талиона обратно, а он такой, почему, зачем, мне не нужны мои яйца. И не-не-не, не бойтесь, это не спойлеры, ну почти. Я рассказал, по сути, вступительный ролик и замес первой главы, которое, ну, прям говно. Ну, настолько говно, что в Средиземье появились чернокожие. И даже не это странно, там, есть какие-то упоминания о какой-то там южной стране, а то, что этот чернокожий один, типа, чуваки, у нас все норм, мы толерантны, у нас вот есть чернокожий, а это, кстати, наш новый рекорд по скорости вращающегося гроба, вот, зацените. Зато потом нас отправляют во вторую локацию, и, мой бог, игра становится просто классной. Сразу стоит сказать, что если вас удручало Shadow of Mordor своим однообразием, если вас не устраивало, что кроме резни с орками и их подчинением в мире игры нечем было заняться, то знайте, что в Shadow of War все то же самое. Но если вам, как и мне, приглянулась боевка, и вам нравилось заходить в Средиземье на пару часов в день, чтобы посрезать головы и пособирать коллектаблсы ради ачивок, то Shadow of War вам точно понравится. Во-первых, тут сразу чувствуется масштаб. Локация, на первый взгляд, выглядит маленькой и несуразной, но, погуляв по ней полчаса, вам очень трудно будет вернуться к Shadow of Mordor, потому что первая часть теней – это одноэтажная Америка с парой вышек. А тут и какие-то форпосты, и ущелья, и все это на разных плоскостях, орков стало в 6 раз больше, они чем-то занимаются, за ними даже порой интересно наблюдать, мол, вот это тут ковыряется в зале, а вот этот вот… Ты что, сука, делаешь, иди сюда, мух? В общем, одна небольшая локация во много раз более живая и насыщена событиями, чем две огромные территории с первой части в совокупности. И стоит помнить, что таких локаций тут штук 5, и каждая отличается в стилистике, где-то горы, где-то зеленые леса, даже Морровинд есть. И да, каких-либо прорывных идей в левел-дизайне или архитектуре вы не увидите, но выглядит все в целом приятно, я бы даже сказал, аутентичненько. Проблемой для многих будет то, что кроме взаимодействия с орками и собирательством средиземских граффити, тут мало чем можно заняться. С другой стороны, основной лейтмотив Shadow of War гласит про бесконечную войну, и, собственно, вы действительно будете бесконечно воевать с орками. Видали, какой я глубокий подтекст нашел, а? Ну а орки здесь просто кошерны. Во-первых, тут есть орк с топором в башке, орк-стендапер или орк-гей, не чурающийся мир расовых связей. Молодцы ворнеры, осталось только орка-бап-лизбух прикрутить и вообще не придерешься, будет 12 из 10 мастхэв. В целом, орки стали более живыми, и не просто бросаются искрометными фразочками, как в первой части, но еще и стараются описать свой характер. Не всегда это выходит, но, знаете, встретив орка министреля, говорящего стихами, я думаю, никаких сомнений не останется, что разработчики ушли в отрыв, и это здорово. Играть в Shadow of War вам нужно на самом высоком уровне сложности, просто потому, что любой из орков начинает сильно так напрягать. А потом еще выясняется, что капитаны имеют способность, как у Биаргрилза, приспосабливаться. То есть, если вы часто перепрыгивали через орка, в один момент он научится пресекать ваше бесчинство, и вам придется искать другой способ победить врага. Также орки делятся на лагеря, которые имеют определенный стиль боя. Некоторые классически неприбиваемые батьки со щитами, другие умеют уворачиваться от ваших атак, перепрыгивать через вас, или в стиле ниндзя кидать под себя дым и исчезать. Третьи владеют навыком пулеметного огня из арбалета, и это приносит довольно сильное разнообразие в битвах. Просто очень часто, встретив одного капитана из одной фракции, к вам резко подключается другой, и вы уже начинаете думать, что тут вообще делать и как тут вообще выжить. Система Немезис, которая, будем честны, почти не работала в первой части, наконец-то окрепла и стала существенной и уникальной механикой. Орки, которых вы убили, возвращаются не просто с порезами на лице и ожогами на теле. Некоторые начинают представлять из себя конструктор Лего и меняют свой облик и характер до неузнаваемости. И вот, когда до вас наконец-то дойдет, что это тот самый орк, которого вы зарезали полчаса назад, вы будете визжать как сучка от изумления. А учитывая то, что завербованные орки могут теперь предавать вас, готовьтесь к действительно охуительным историям, которых в интернете уже, кстати, пруд пруди. У меня тоже есть такая. Послал я, значит, одного орка сражаться с другим орком. Думаю, ща они побьются, враг ослабнет и я его захвачу. Изумительная тактика, не спорю, но всегда работала. Прихожу я, значит, на место битвы, жду драки, взял попкорн и вдруг вылезает третий орк, говорит, я вас на роковой горе вертел, я тут вообще-то в засаде, сейчас поэтому всех тут поубиваю. Я такой, блин, мой план рушится, ладно, пойду убью выскочку и все нормализуется. Только я подбегаю к третьему орку, мой орк меня предает, потому что я послал его сражаться, как оказалось, с орком, у которого с ним кровные узы, и он такой, «Слышь, я не буду против братана драться, пошел-ка ты нахер, я тебя убью». Орк, которого мы хотели убить, приходит в ярость от того, что ему приходится сражаться со своим братаном и начинает адски месить все, что движется. И вот мне приходится драться сразу с тремя орками, и подскакивает арава орков помладше, и я такой, ну пиздец, потом прибегает граук, прилетает дракон, ты такой, «Чё, блять, вообще тут происходит, нахера, блять?» Короче, вот такие моменты просто 10 из 10, вот серьезно. Никогда не знаешь, что произойдет. Игра постоянно меняет твои планы и заставляет адаптироваться. Вот ты хотел втихую зарезать капитана, получая в бочину телохранителя, которого секунду назад нигде не было. Паника, нихера непонятно, чё делать, откуда ты вообще взялся? И да, кстати, в Shadow of War я очень часто ловил себя на мысль, что я планирую свои действия и выбираю тактику боя, это, кстати, показательно. Ну так вот, из-за таких вот событий невероятно приятно просто гулять по локации и разбираться с маломальски важными капитанами, потому что ну хрен знает, чё из этого выйдет и чё они из себя представляют. Кстати, теперь вы не сможете подчинять всех подряд. У одних орков есть навык «Железная воля», они дерзко блокируют ваши попытки захватить их рассудок, а некоторые просто выше вас по уровню. И вы тип такие «Ну блин, этот орк шарит лучше, чем я, не могу его захватить, не буду». И если с первыми, по сути, ничего не сделать, кроме как убить, то вот вторым можно снизить уровень, тупо их унизив. Ну там, кинуть им полотенце под ноги, на бутылку посадить, ну или просто крикнуть в лицо «Ты ничтожество!» и брутальный трёхметровый орк зальётся слезами и убежит. Особенно весело, что унижая одного и того же орка несколько раз подряд, он сойдёт с ума и может быть либо просто местным дурачком, либо превратиться в маньяка с повышенной силой, что порой довольно лоузово. Ребята из «Монолит» пошли дальше Юбисофт, и теперь вам придётся захватывать не только вышки, но и целые крепости. Захватываются они правда однообразно, и уже на третий раз не вызывают почти никаких эмоций. Снарядили командиров, выдали им там камикадзе, пауков, каких-нибудь зенитки, эпично зовёте всех в бой и... Начинайте захватывать точки, пока не доберётесь до главного зала, где вас ждёт, так сказать, босс. В принципе, если вы основательно подготовитесь, проведёте диверсионные работы, позахватываете вождей, снизите оборону крепости, всё будет крайне легко и даже скучно. Но опять же, положение спасают битвы с орками, просто посмотрите, какое мясо начинается. Захватив крепость, в локации наконец-таки начинаются изменения. То вот в первой части вы могли захватить всех генералов вообще, а орки как ходили бесхозные, атаковали вас почём зря, так и атакуют. В Shadow of War почти так же, только теперь вы можете столкнуться с Месиловым своих орков и чужих, и это несколько оживляет мир игры. Хоть и не сильно, и не слишком впечатляюще, но впервые с этим столкнувшись, эмоции вы получите. Всё вышеперечисленное легко может утянуть вас часов на 15-20 игры, что уже, кстати, неплохо. Только вот ясно видно, что если бы разработчики довели до ума другие аспекты, то в Shadow of War можно было бы провести и 50 часов, но не довели и это обидно. Сразу бросается в глаза сюжет. После ужасно невнятного начала, второй акт предлагает нам построение сюжета по методике первой части. То есть, у нас есть несколько несвязанных между собой персонажей, у которых есть для вас несколько заданий со своей самостоятельной историей. Только вы выполните все задания за определенного персонажа, он исчезает из игры насовсем, либо появляется мгновение в дальнейшем. Вопрос, нахер так делать? Не, ну то есть, некоторые задания действительно двигают основную историю, но в целом, все сюжетные ветки изолированы друг от друга настолько, насколько это вообще возможно, от чего не появляется общая картина целиком. Создается ощущение, что ты прошел по фану дополнительные миссии, которые, ну вот, ну вообще никак не важны. А потом оказывается, нет, пацан это основной сюжет. И хоть ты цаплистой, хоть богу молись, нихрена ты с этим сделать не сможешь. При этом происходит удивительное дело. Когда наступает формально заключительный третий акт, который длится от силы минут сорок, нам выдают превосходнейше поставленную историю с отличной драмой, интригами и сильной развязкой. За сорок минут! Даже Толкин на минуту перестал крутиться и сказал, красавчики, Монолит. За эти сорок минут персонажи раскрываются так сильно, как не смогли за двадцать пять часов мать твою прохождение, и возникает вопрос. Монолит, если вы умеете, маете, какого фига, почему вы не сделали весь сюжет подобным третьему акту? Вместо этого подсунув нам пустых незапоминающихся персонажей и бабу бревно. Как-то удивительно. Странное дело также и с управлением. Сколько лет прошло, а карагоры все такие же валенки. Прыгаешь ты часто совсем не туда, куда планировал, и даже даблджамп порой не спасает. Частенько ты можешь потерпеть фиаско, долбанув казнью рядового орка, а не их командира, и пасть бесславной смертью. А с драконами это вообще мрак. Эти ящеры классно выглядят только в трейлерах и работали как замануха. На деле это просто неуправляемый кусок полигона, которым не то что сражаться, а просто летать сложно. Поэтому драконы используются лишь в паре моментов в сюжете и один раз по приколу. Даже когда открывается способность вызывать этого самого дракона на райончик, желания борозить на нем мордор не возникает. Ну и конечно самое страшное, что не пнул еще ленивый. Лутбоксы. На самом деле этот враг не так страшен, как его молюют. Лутбоксы в одиночной игре довольно бесполезны. Надобность них возникает исключительно в четвертом акте, который представляет из себя простой гринд и защиту захваченных вами крепостей. Четвертый акт вы можете по желанию пропустить, поскольку наградой за ваши труды будет трехминутный невнятный ролик, который, как и первый акт, полное говно. Но если вы захотите сэкономить время на сборе мощных орков, а вы захотите, если возьмете за четвертый акт, можете покупать коробочки, куда усердно эти самые орки были запихнуты добрыми разрабами. За реал их покупать можно, но не нужно. Внутриигровой валюты у вас будет предостаточно после третьего акта, поэтому с покупкой проблем возникнуть не должно вообще. На самом деле я за эти лутбоксы забыл уже через пару-тройку часов игры. О них напомнили только один раз, выдав 500 голды и предложив их потратить в магазине. Тех легендарных орков, которых мне дали в начале игры в качестве бонуса, спасибо Роксон за это, я не использовал вовсе и забыл про них в принципе. Поэтому для одиночной игры внутриигровой магазин и коробки не важны вообще никак. Ну, может самую малость. Но вот понимаете, просто из-за их наличия на душе неприятный осадочек, и кажется не будет их, разработчики может и уменьшили количество гринда в игре. Поэтому да, в любом случае лутбоксы это большой минус. Кстати, совсем другая история с лутбоксами в мультиплеере. Он состоит из захвата крепостей других игроков, то есть мультиплеер никакой. И в ранговых играх ваши орки, павшие при атаке или защите крепости, умирают навсегда. Поэтому приходится их регулярно менять, а это значит, что какой-нибудь кит может тупо тратить сотни долларов, чтобы занимать лидирующую строчку в сетевом рейтинге. Но во-первых, вы серьезно думаете, что будете играть в мультиплеер? А во-вторых, у чуваков, которые вливают деньги, чтобы быть первым в Shadow of War, маленький писюн и низкая самооценка, это все знают. Надо ли вам против них бороться? Не уверен. А то сами начнете деньги в игру вливать. Нет бы зайти на roxon.ro, допонакупать себе топовых игр и не парить себе мозг, как я. Вот это ход настоящих пацанов. Рекомендую. Итого, Shadow of War как Shadow of Mordor. Игра в себе. Она дает вам инструментарий и лихой рандом системы Немезис, предлагая развлекать себя самим. Если вас это устраивает, если вы, например, хотите посмотреть, что будет, если пойти атаковать крепость команды первоуровневых безумцев орков, то игра будет полна сюрпризов. Таким людям я могу себя отнести. Из 25 часов, потраченных на игру, я жалею максимум о 5, потому что за все прохождение игра умудрялась меня несколько раз удивлять и удерживать у экрана. Поэтому для людей, которые любят акцентироваться на процессе, я оцениваю игру 8-8,5 баллов, потому что развлекаться в Shadow of War можно довольно долго, забыв и про сюжеты, и про лутбоксы. Для тех же, кому в проекте важен сюжет, постановка, качественные графены, декорации, кто не может вынести собирательство артефактов и гринда орков, игра баллов на 6-7. Для таких людей игра будет играбельной и даже принесет удовольствие, но надолго их не затянет, это нормально. Такое мнение имеет места быть, поскольку Shadow of War действительно не идеально имеет крупные косяки. Зато вас могут затянуть мои стримы, которые довольно часто проходят у меня на канале, и не забывайте, что вы можете предложить свою тему для видео в моей группе в ВК. Если она будет действительно интересной и глубокой, она точно попадет на канал с вашим упоминанием. А у меня на этом все. Пис вам, люди. Пока.